Приходят, спрашивают, мы отказываем, потому что нет наличия. Иногда можно было через интернет заказать, то есть на складах где-то было. А сейчас и этого не поступает. Жалобы врачей и пациентов в России на нехватку медицинских препаратов участились два года назад, когда из-за развязанной Путиным войны против Украины мировые фармкорпорации начали расторгать контракты с российскими компаниями. А кроме того, ухудшилась ситуация с логистикой. В свежем опросе 80% врачей в РФ пожаловались на скромный ассортимент лекарств. И на сегодняшний день в этом у нас с вами немаленьком уже списке находится целых 158 препаратов, причем значительная часть которых, может быть, даже все из числа ЖНОВП. Значит, сейчас добавлено пять позиций. Это акваритромицин, тадизолит, вакцина для профилактики кори, краснухи, паротита. Тенденция сохраняется, потому что препараты потихонечку уходят и исчезают. Лучше не становится. Из-за дефицита жизненно важных препаратов российские медики вынуждены изменять протоколы лечения и выписывать рецепты на лекарства лишь в случае ухудшения показателей здоровья, отмечают в Лиге защитников пациентов России. У нас врач оказывает ситуацию, когда он скорректирует терапию, вот, например, для диабета это критически важно, да, подобрать терапию, годы на это пациента с врачами тратят, подобрать терапию. И вдруг он в баг, говорит, нет, мы тебе там что-то другое купили. То есть, вы что, как? А врач делать ничего не может, поэтому, когда в следующий раз у него пациент даже придет, врач он даже постесняется спросить, потому что ему стыдно, потому что он сделать-то ничего не может, понимаете? На 95% сократились госзакупки сверхбыстрого инсулина. Его уже не найти в российских аптеках. Пациентам приходится использовать другие препараты, а их действие на организм не изучено. Они получают тот инсулин, просто который есть. Зачастую могут в год выдать по 3-4 разных наименования инсулина. А с медицинской стороны никаких исследований не проводилось. По словам врачей, поучаствовавших в опросе, также не хватает антибиотиков и гормональных препаратов, а еще вакцин. Красноярцы не могут поставить прививки своим детям. О нехватке вакцин в редакцию новостей сообщают молодые мамы со всех районов города. На перебой с поставками вакцин в нынешнем феврале пожаловались жители 16 регионов России, а в более чем половине страны. После начала года была зафиксирована вспышка кори, сообщают российские СМИ. По данным Роспотребнадзора, в Сургуте продолжают фиксировать завозные случаи заболевания корью. Чиновники проблему замалчивают. В Кремле регулярно заявляют о разработке так называемых новых российских импортозамещенных медицинских препаратов. Ученые вплотную подошли к созданию вакцин против рака. Об этом Владимир Путин заявил на форуме будущих технологий. При этом для 85% лекарств, выпускающихся в России, нужны иностранные компоненты. Даже если препараты и производят, рядовые пациенты купить их не могут. Мы тоже столкнулись с такой проблемой, когда пришли на прививку в два месяца. Ответ был такой же, что вакцины в поликлинике нет, и когда она поступит, никто не знает. Хотя по ТВ рапортуют, что дефицита вакцина в крае нет. Вероятность того, что в ближайшее время в России появятся инновационные препараты, практически нулевая. Ни экономический, ни политический климат в путинском государстве этому не способствует.